итак сегодня у нас 18.02.2021 года то есть четверг последний день соревнований завтра в 11 часов у нас окончание день был интересный вчерашний день у многих команд как бы несколько выбил их из колеи снизил результативность из-за того что сильная волна и ветер ну плюс дождь мешали многим командам нормально забрасываться нормально ловить спасибо всем кто пишет туда спасибо я понял что меня слышат никаких особых происшествий связанных с бурей с ураганом не было к счастью все команды закончили на сегодняшний день без потерь многие команды были вынуждены передвинуть свои лагеря подальше от воды но я об этом говорил же не один раз о том что изначально всегда нужно заранее посмотреть куда вода достает всем кто появляется в моем эфире привет команды должны посмотреть заранее куда доходит вода при накатах и ставить свои лагеря в соответствии с этим чтобы потом их не передвигать ну как говорится хорошо это правильная мысль которая обычно приходит команда когда вода заливать палатку сколько я понял у команды вильсонов была проблема о том что палатку их папы полностью смыло как бы не унесло естественно в кинерат потому что волна на берег но папа сильно промок и в итоге они папа отвезли домой остались вдвоем к сожалению этот часть тот самый амнон про который так много говорили большевики что это будет шикарные сектора ну наверно не шикарные в определенную погоду не в такую сейчас мне кажется что у них есть шанс если не будет ночная рыбалка у них есть шанс какой-то снова куда-то вернуться но к сожалению они фактически были выключены из турнира наверно получается почти на два дня только сегодня они смогли начать нормально забрасывать и даже там кое-кто там по одной-две рыбки поймал могу сообщить радостное известие что рыба которая находилась в мешке была таки спасена ну и по какой-то непонятной для меня причине отпущена не дожидаясь судей то есть я не знаю чего боялись ребята может быть того что рыба уже два дня пролежала под водой и что она может не дожить до приезда судей на мой взгляд спорное решение но это их решение они так решили они ту рыбу отпустили не судей дождаться не стали течение дня очень многие команды реально неплохо работали и можем сказать так что вот у нас есть команды которые за день взяли и почти 60 килограмм как минимум две команды с почти 60 килограмм и по 50 килограмм и по 25 команды работали замечательно чем опять же ситуация были на очень странная то есть на мой взгляд например команда бинго для меня немножко странно потому что они три дня ловили а фактически вчера и сегодня они не ловят не знаю почему также есть команды которые там ну понятно да команда кит к сожалению она как раз том же самого ну не где были проблемы с волной поэтому они не ловили кто у нас еще из таких команд дельта но дельта вчера не ловили на сегодня все-таки до начали ловить кстати я уже хорошо когда делаешь стрим иногда замечаешь странные ошибки я почему-то вижу что команда дельта по какой-то странной причине меня не посчиталось сегодняшняя рыба а почему ну то есть как бы вес все нормально с весом без проблем у нас в принципе подсчета идет по весу не по количеству хвостов но сам факт того что таблица по какой-то причине записала им вес и не записала рыба он для меня несколько стране но это как бы только у них такая проблема да только у них нет еще одна команда такая есть это у нас как раз командовал как вы видите что я то в прямом эфире делаю но раз я об этом сейчас помню лучше мне это сделать сейчас чтобы потом не возникло нареканий что что-то не так где-то посчиталось до пол карт была поймана одна рыба вот она теперь у нас появилась и в подсчетах окей хорошо надо из за что только нам добавляет просто количество общее количество поймана рыбы и уменьшает общий средний вес естественно чем больше поймана рыбы тем меньше средний вес у нас получается и так давайте подведем итог сегодняшнего дня мы конечно не побили рекорд потому что вот я специально даже у себя открывал соревнования 2019 года где мы взяли тонну 700 и вот последний день четверг вечером у нас было взято 1622 килограмма и 384 карпа на сегодняшний день у нас сейчас 1469 килограмм и 702 карпа то есть сразу понятно да количество карпа ровно в два раза больше как бы 702 и там сколько там 384 фактически в два раза значит средний вес рыбы естественно меньше у нас сейчас средний вес рыбы стоит на два килограмма считай 100 грамм то есть плюс-минус это как раз есть что мы в общем то это видели на кубке на блице на детских соревнованиях огромное количество мелкого карпа к счастью достаточно большое количество зачетного мелкого карпа то есть больше 980 грамм то и были и конечно и казусы потому что как я уже говорил весы команд и весы судейские они могут отличаться в плане точности плюс это как взвешивает команда и как взвешивает судьи тоже это отличается команда часто взвешивать там например в обычном пакете полиэтиленовом а судья взвешиваются в сумке поэтому тут есть нюансы может быть такой что вес отличается я выставлял на фейсбуке фотографии последнего дня где показывал креативное решение проблемы хранения рыбы и там вы можете увидеть очень прикольный прудик который соорудили румынская команда в которой у них плавает рыба также там есть и карповый мат люлька который держит воду и плавает очень нормально рыба в общем то такие вот решения команды использовали для того чтобы сохранить рыбу живой до прихода судей были конечно инциденты достаточно сказать так не очень приятно и потому что например между взвешиваниями у нас заходя в каждую команду и спрашиваю у вас есть рыба у вас есть чем 10 нас такого нет на себе четкий принцип между взвешиваниями если у команды есть проблема ей нужно срочно взвесить рыбу по причине того что она не может ее хранить по какой-то причине например у нее всего шесть мешков и все шесть мешков уже забиты рыбы то команда просто набирает номер телефона главного судей говорит товарищ главный судья у меня проблема у меня некуда класть рыбу и главное судья тут же без всяких слов высылает команду и командами без беспрекословно выполняет приказы едут туда куда надо но приехав на берег конкретно к какой-то команде которую вызвали судья не должен делать обход всего этого берега потому что он приехал на вызову он приехал на обход это что если какой-то команды еще рыба догадаться судья не может он не телепат поэтому получается что несколько команд казались очень обиженными что судья был на берегу они его видели но он к ним не подошел а у них была рыба честное слово ребята но как маленькие дети но в конце концов это же не первый турнир люди участвуют уже ну не знаю десятки турниров и всегда было одинаково всегда между взвешиваниями судья выезжает если его вызывает команда если команда не сообщает что у нее есть рыба и нужна помощь судья к ней не пойдет чего вдруг если у тебя километр берега ты уже сделал один обход тоже протопал ножками два часа и через полчаса тебя вызывает например команда потому что скажем большую рыбу поймали больше восьми килограмм судья мчится снова туда на тот же берег он опять должен сделать те же самые два километра опять потратить два часа на просто на прогулку я не понимаю это ну ладно такие нюансы которые понятно потом забываются уже никто и не помнит что это было но сам как бы факт что вот команды забывают простейшие вещи чем это не новички кеша с какими привидениями у нас приведение поэтому чисто такая вот накладка что вот судья было тоже там были жалобы с севера потом же судья было не зашел та же самая ситуация судья был и не зашел потому что судья заранее позвонил спросил как дела а командами собственно приходите у нас есть рыба кал все хорошо все нормально ну хорошо нормально ну ладно ерунда вроде бы как мы определились нам так кажется с вариантом места для проведения церемонии версия зумом она конечно была классная идея но тут есть много нюансов что команду могут разряжены телефоны ночи много нюансов которые могут этому помешать самом деле и поэтому как бы мы искали именно какое-то физическое место где можно это сделать одно место мы нашли здесь на пляже это просто тенты которые у них стоят на пляже достаточно большие как мне сказали это новые тенты которые воду не пропускают но моя предложила вариант который намного лучше это место где мы были всегда раньше многие годы это на пляже лавнун там есть очень большая бетонная площадка над которой сейчас стоит новый тент и там стоят бетонные столики то есть в общем то место идеально тем более что можно договориться с руководством пляжа по поводу получения электричества так что наверно все таки мы попробуем зато с утра связаться с руководством и сделать на нас там там по крайней мере будет крыша над головой и место нам уже достаточно знакомая ну единственный нюанс как сюда надо будет туда вести столы все-таки наши плюс все призы плюс все кубки в первый раз все это уже привычно как бы так больше особых навести нет кроме того что все команды ловили общий вес я уже сказал практически полторы тонны тонна 469 килограмм за ночь хотя бы килограмм за ночь и до 11 хотя бы килограмм 100 возьмут по-любому вряд ли будет тонна 700 как это было девятнадцатом году все-таки тут проблема в том что рыба поменьше клев такой же бурный но рыба стала поменьше чем было тогда кстати вот интересно посмотреть если у меня там средний вес до средний вес у меня в девятнадцатом году был четыре килограмма 224 грамма разницу понимать это тоже ровно в два раза сейчас два килограмма 93 грамм понятное дело что для того чтобы добить тот же самый вес нужно ловить в два раза больше рыбы ну как бы не знаю можно очень многие команды ночные сектора это уже четко определилась что у них основной клев идет начиная с десяти вечера где-то до семи восьми утра а потом затище но вот сейчас этим командам те же тем тоже оси который вот именно ночные сектора где них ночью холос нам клюет и надо пахать как лошади чтобы за эту ночь набрать как можно больше потому что оса сейчас на шестом месте и если они очень серьезно рванут а другие не будут сильно торопиться то у них конечно есть шанс подняться выше хотя с другой стороны даже сейчас они в общем-то идут на первое место в зоне си так как карасики по любому мне кажется останутся на первом месте у них уже 207 килограмм то первое место в зоне си попадет скорее всего именно оси а в зоне и тут есть вопрос потому что сейчас 1 3 место нас занимает в таблице команда бобер а пятое место занимать команда лидер и разница у них как бы серьезная на самом деле там килограмм 40 но опять же мы это уже видели по команде брадекс которая сегодня просто порвала всех и вышла на второе место так что есть по-моему они 70 килограмм дали на часа гляну команда брадекс сегодня они вчера взяли 70 килограмм сегодня взяли 60 считать 58 килограмм то есть они фактически взяли сегодня больше всех рыбы второе место после брадекса это джеты которые тоже красавцы в общем то так посмотреть на таблицу очень интересно как бы первый день килограмм второй день килограмм третий день 32 килограмма 4 43 5 50 то есть они как бы стабильно поднимается вверх они просчитали свой сектор и если они сегодня то есть у нас конечно не будет полный день получается да но будет ночь и до 11 утра еще как бы 11 часов если они будут так продолжать то в общем то они могут поспорить и с бобрами за третье место а а если нет тогда они будут сажаться за первое место в зоне б как я говорил зона цена сейчас первое место это аса в зоне это лидер а в зоне б это джет стрим но все может поменяться за ночь подождем утра утром судьи выйдут на взвешивание сразу с раннего утра проведут взвешивание все ночной рыбы для того чтобы уже после этого получать только взвесить только те команды которые возьмут рыбу чтобы просто так не бродить им как обычно это делается мы отсылаем сообщение в чате после взвешивания о том что те команды у которых есть рыба на взвешивание пожалуйста сообщите чтобы судьи просто так не катались туда-сюда завтра очень напряженный день соответственно как бы никаких эфиров не будет может быть кроме эфира прямого с церемонии награждения я думаю сделаю с телефона не буду заморачиваться с компьютером это у нас официально назначена церемония награждения на два часа я не помню еще в истории нашей соревнований когда бы мы начали в два часа потому что это человек предполагает а спортсмены очень долго собираются есть несколько команд у нас которые стабильно тратят время на сборы в два раза больше чем все остальные может быть потому что у них гораздо больше снаряжения и они будут показывать пальцами ну все их знаете обычно эти команды всегда приезжают самим последним за как бы это было все ничего если быть и команда были на последних строчках таблицы но чаще всего эти команды как раз находится вверху на первых местах общих первых местах в зоне соответственно мы не можем начать церемонию награждения без этой команды и всем приходится их ждать но я надеюсь что в пределах 2 2 30 нам удастся начать церемонию мы постараемся сделать ее просто как можно короче потому что по всем прогнозам дождь чем возможно даже ливень как раз в это время в два часа никому не охота просто так мокнуть поэтому не будем много говорить а просто попробуем по-быстрому провести саму церемонию вручить всем памятные подарки победителям призы от спонсоров и пообниматься и разбежаться причем опять же прекрасно понимать это команды разбегутся а судим до разбегания еще будет далеко потому что судим надо будет еще вернуться обратно сюда на дугит для того чтобы все снаряжение которое мы сейчас не сможем захватить собой перетащить в мой импровизированный офис он же склад связи с аккуратно складировать упаковать и только потом мы сможем уехать и по моей практике самое раннее когда нам удавалось уехать отсюда это было пять часов вечера но я между себя и кишу то есть обычно мы судьи всех почти отпускали уже там когда уже сама тяжелая работа была закончена и все остальное мы заканчивали уже вдвоем и домой я попадал в лучшем случае в 7 часов вечера бывало так что и даже в 12 возвращался я в этот раз как я уже сказал в скресле не буду брать с собой клубное имущество не буду ехать на склад чтобы все это выгружать поэтому будет немножко проще единственное что для того чтобы дотащить все домой по-любому придется делать две ходки ну может быть удастся подрядить своих деток чтобы помогли папе в общем то все день прошел четверг 18 февраля была очень хорошая погода как я считаю было солнце дождь закончился где-то в районе наверно 11 утра выглянуло солнце что позволило нам высушить палатки которые стояли последнюю ночь просто в луже и их уже упаковать то сейчас у нас осталось в судейском лагере одна палатка нет а да одна палатка осталась в которой спят две судьи все остальные судьи разместились своих машинах решили эту ночь провести в машинах как бы потому что во первых машине намного теплей на голову не капает под ногой не хлюпает но если надо куда-то выехать на взвешивание то ты уже в общем то готов только завести машину и поехать так что такая спартанская ночь сейчас у нас был ну сказать прощальный ужин судейский потому что завтра нас не получится нормально посидеть и пообщаться вот говорили друг другу всякие комплименты приятные вещи ну и как бы я там тоже свой счет услышал пару приятных вещей приехал наш один из спонсоров саша панкин магазин альпан который представляет участникам основном всякую электронику типа там пауэрбанки всякие динамики для караоке и так далее ну классный просто классный человек причем когда его называешь спонсором он сильно обижается где не спонсор я сочувствующий побольше бы нам таких сочувствующих как я писал в своем отчете в отчете со мной связался олег белореков с компанией сагитар который занимается пошивом напальчников он мне сказал что он сумел договориться с генной тойбисом из магазина клуб рыбака о том что гена предоставит нам точнее победителям за три места победителям за зоны предоставит напальчники нужного размера изначально была проблема в том что договор то хорошо но напальчники в магазине а мы на кинерате но мир не без добрых людей есть такой человек олег раклер сын которого является нашим сынёй даник вот и он сказал что он возьмет на себя доставку этих напальчников на кино так что все классно что у нас еще интересного было будет ну завтра следите в районе двух часов плюс-минус я может быть если я буду видеть что команды опаздывают я просто напишу на фейсбуке о том что стрим немножко задерживается точнее открытие если все уже будут на месте соответственно как бы мы выйдем в эфир два часа и проведем эту церемонию в прямом эфире все день закончился мне нужно сейчас сделать краткий стрим на иврите потому что как это ни странно звучит но кажется что израильтянин тоже смотрят и меня вчера несколько раз не спрашивали в личных сообщениях о том когда будет стрим на иврите так что оказывается что это кому-то нужно поэтому поэтому будем сейчас делать кирилл тебе тоже большое спасибо вообще спасибо всем кто смотрит всем кто ставит лайки всем кому неравнодушно наше дело где карпишинга спортивной рыбалки цивилизованной рыбалки продвижение этой идеи в массы сегодня точнее вчера вышел эфир который снимал 11 канал я реально поражал потому что сюжет про наш соревновался соревнование длился 48 секунд аж 48 причем сюжет заканчивался ты какое было ощущение что вот они просто топором махнули обрубили конец фразы там была фраза сказанная антоном хохловым которого не обозвали антон хоблов это вообще бедный человек каждый раз в эфирах и выскажает его фамилию и он там говорил фразу о том что наши родители знают что мы сумасшедшие и было ощущение что он собирается что он что-то говорит дальше но на этом высоком тоне как бы пуп все сюжет закончился ну ладно чертся все таки хоть что-то показали хоть какой-то кусочек завтра кстати в 8 вечера но то для израильской аудитории потому что сюжет будет то что на иврите 8 вечера на тринадцатом канале у них выходит новостная серия его там где-то в этой в новостной фигне будет сюжет который снимал этот тринадцатый канал здесь они много очень снимали понятное дело что все что они наснимали останется минут там не знаю дай бог 5 но просто те кто находится в израиле понимают в ритм могут в это время включить 13 канал и попытаться поймать этот сюжет вот всем вам большое спасибо ждите завтрашнего эфира награждение окончания соревнований узнаете естественно кто победил узнаете кто занял второе третье место как общий результат по-любому больше полторы тонны будет понятно потому что сейчас нас тонна 469 килограмм то взять там каких-то 30 килограмм но то вообще запросто поэтому мы скорее всего получается у нас такой результат по моему был в 2016 что ли году полторы тонны мне кажется я посмотрю потом по таблицам или тонна 200 у нас был результат самый лучший тогда ну 19 год не побили ничего страшно 19 год был другой была более крупная рыба уровень кинерта был ниже хотя тоже были такие же дожди и в общем-то и ветра или ветра но рыба была крупней поэтому меньшими усилиями можно было взять больше результат вот так что такие вот дела всем вам еще раз спасибо спокойно всем ночи нам хотят тоже не ну тут если спортсменам нужна будет помощь они скорее всего них есть два телефона основных это мой и май как главного судьи и соответственно чаще всего почему-то звонят мне я не знаю на меня больше любят вот поэтому то что у меня будет спокойно но сейчас себе не гарантирую ночь нервная для всех это последняя ночь перед окончанием поэтому людям будут по любому поводу пытаться позвать судей короче вам спокойно ночи а нам не спокойно ночи еще раз спасибо и как говорится до встречи на фото у меня господи господи а и а а а .